Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» на телеканале Тверской проспект «Регион». Сегодня в прямом эфире с вами работаю я, Ирина Чекунова. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. А сейчас представлю экспертов нашей сегодняшней программы. Это тема интересная и очень злободневная, сразу хочу сказать. Итак, сегодня у меня в гостях Андрей Львович Безруков, теолог. Там очень много должностей и всевозможных званий у Андрея Львовича, но просил представить только как теолога. Дальше у нас идет Екатерина Владимировна Гордеева. Представлю ее вначале просто как жительницу Твери. Потом она нам расскажет, почему она приглашена, хотя тоже можно, наверное, много говорить. Красильникова Елена Дмитриевна, кандидат психологических наук, медицинский психолог. Елена Дмитриевна, добрый день. Дальше у нас Ковальчук Анастасия Станиславовна, адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс». Анастасия, здравствуйте. Начнем с того, что недавно в нашем городе, в областном столице, в Твери, произошло событие, ну, я бы назвала это, ну, не чрезвычайным событием, но малорадостное, да? Об этом событии нам поподробнее расскажет Екатерина, потому что именно Екатерину можно вот здесь назвать потерпевшей, потому что в эту не совсем приятную историю был втянут ее несовершеннолетний сын, да? Кать, итак, что было, когда это было? Я знаю, что после этой истории вы обратились в полицию, но в сущности обо всем поподробнее. Да, в начале октября мой ребенок попал на молодежный альфа-курс, на котором они посещали заведение, приходили в заведение, где они собирались, несовершеннолетние дети, их собирал там мужчина с целью того, что они занимались... Как вы говорили, беседы? Беседы, проводили беседы, просматривали христианские фильмы, вот, их там подкармливали пиццами, подкармливали, поили Кока-Колой, проводили какие-то игры, про игры он мне особо ничего не рассказывал, так, образа, что мы там играли в игры, и в основном творили христианские фильмы про христианство. Кать, я перебью, значит, итак он сказал, что это официально называлось молодежный альфа-курс, да? Что это такое, вы не в курсе. И вы, наверное, не сразу увидели, да, заметили, что сын ваш ходит туда. Он говорил, куда он отправляется? Да, первый раз, когда он туда попал, он пришел домой, сказал, ой, мама, я пришел, мы сидели на Трехсвятской, вот, к нам дошел мужчина, раздал нам листовки с приглашением посетить вечеринку, вот. Они пошли туда, то есть их собралось человек 28, тоже несовершеннолетних детей, как я поняла, вот. И там уже с первого дня начали кормить и сразу показывать эти фильмы. И на протяжении всего октября, вот, по воскресеньям они ходили в это заведение, в один и тот же зал. В одно и то же время, да? Да, в одно и то же время. Все то же самое происходило, то есть их там кормили, показывали фильмы, играли, ну, где-то час-полтора они там находились, потом расходились по домам. Значит, я обращу внимание наших телезрителей и радиослушателей, что в течение целого месяца, да, ребенок уходил. Ребенок уходил, и кто-то о чем-то с ним говорил. Будем говорить так, что промывали мозги, наверное. Ну, промывали, да. А вы когда заметили, что что-то не так, что эта организация, по большому счету, странная? Совсем я заметила, когда он мне принес информационные листы оттуда, для того, чтобы я подписала разрешение на выезд их в деревню Затвель. Вот. А так у него поведение начало меняться в течение месяца, но так как по семейным обстоятельствам у меня получилось, что я не смогла контролировать это, то есть, да, я не обращала внимания, потому что были свои нюансы немножко в семье. Ну, у вас проблемы, да, здоровье вашей мамы, то есть вы должны были отвлекаться на это, и каждый раз... Ну, у каждого, наверное, в семье найдутся какие-то проблемы, и человек, который вот приглашал, да, наверняка пользуется этим, да, Андрей? – Безусловно, как раз вот в такие роды организации втягиваются, прежде всего, люди, которые столкнулись с какими-то проблемами в жизни. Что касается молодежи, это может быть разный спектр проблем, неуспехи в учебе, в жизни, с работой, с девушкой, какой-то, вы знаете, вот такой некий надлом, некая неустроенность жизни. Это вот для подобного рода религиозных организаций первая цель. Люди вот с таким вот каким-то проблемной ситуацией в жизни. – Проблемы у подростков, я так думаю, что, Елена Дмитриевна, проблемы у подростков, они могут быть на каждом шагу, потому что это подростковый возраст, это еще не сформировавшаяся личность. – Это, конечно, кризисный период, и здесь масса вариантов, которые могут, да, отмечаться в их поведении. Это могут и протестные реакции, это может быть, естественно, такая сепарация, которая характерна для этого возраста, когда они пытаются пробовать себя, ну, в каких-то самостоятельных сферах, сами, да, учатся вот эти делать первые шаги самостоятельные. И, конечно, им вот лишний контроль, в общем-то, ну, для них тягостен, да, они пытаются уже как-то выходить из-под опеки, да, из-под контроля вот этого семейного. Конечно, это тоже вот дополнительный фактор риска для подросткового возраста. Очень часто это действительно подростки с либо какими-то особенностями личности, это иногда, ну, скажем, такой истероидный радикал, когда подросток хочет быть признанным, хочет иметь какое-то признание где-то, да, а не получает это в среде сверстников в силу, ну, недостаточной адаптивности к среде сверстников, к социальной среде. И, конечно, люди из таких организаций пользуются этим. Это действительно привлечение людей еще и с определенным складом, характером. Ну, вот то, что в данной ситуации произошло тоже, вот как Екатерина сказала, подошли в центре города, да, пообещали вечеринку, да, вечеринку. И привлекло еще то, что уже, скажем так, не май месяц, да, что уже осень, уже холодает, а это будет где-то в закрытом помещении. И тем более, что, наверное, многих привлекло то, что там их угощали, и пицца, и напитки, да, кока-колы, пусть безалкогольные, но вы тогда еще заподозрили, а может быть, там что-то подмешивали в эту кока-колу. Ну да, я у него тоже задавала вопрос, что, может, вам что-то подмешивают в это. Он говорит, нет, там же ничего не мешает. Я говорю, ну ты же не видишь, что вам дают. Он задавал, он все равно в своем, потому что там ничего не мешает, я все это видела. Но вы же обратили внимание на то, что подросток, что сын стал замкнутым, да? Что он стал грубительным, да? Да, он стал грубить, хамить. Поведение поменялось. Поведение поменялось, он начал грубить, хамить. Он постоянно удалялся в свой угол, сидел там где-то в своем уголке, постоянно шептал что-то в телефоне и вот занимался там своими делами. На какие-то вопросы там по семейным делам он особо не отвечал. Катя, если можно, вот один из листочков, который мне, передайте, пожалуйста, который принесли вам на подпись, этот листочек специально на подпись, да? Тут указан молодежный альфа-курс информации для родителей. И кроме того, что это молодежный альфа-курс, вот, Настя, больше ничего нет. Что должно было быть указано с юридической точки зрения на таких бумагах? Ну, вообще, с юридической точки зрения, любая религиозная организация, если она осуществляет вот такую деятельность, на всех листовках, брошюрах, на всей литературе указывается ее полное наименование, а также фактический адрес, где проводятся указные мероприятия. То есть здесь, вот вы видите, что здесь ничего нет. Ничего нет. То есть это как на деревню дедушки, да, написать письмо, куда, чего непонятно, куда должен родитель отпустить своего ребенка? То есть это неофициальный документ, вполне впадает под право нарушения административные. Вы, Екатерина, вы как, как-то у вас такое сомнение закрылось, что, возможно, это секта, да? Хотя, вот как мы с Андреем говорили, да, то, что теперь это слово и произносить-то, как бы, не очень правильно. Ну да, несколько некорректно. Да, некорректно уже. Нет, он принес мне эти бумаги, я по родительскому сразу начала их читать, я объясняю ребенку, что это секта. Он, естественно, дернулся, да, там начал на меня повышать голос, что это не секта, мы там просто сидим, общаемся. Я говорю, кроме общения, что у вас происходит? Мы смотрим христианские фильмы. Где он, вот, начал мне рассказывать, что он про это просмотрит. Я говорю, для чего тебе нужно просматривание христианских фильмов, если ты, в принципе, их не смотришь, такую тему... Не принято вашей семье говорить на эти темы, да? Да, мы просто, если он смотрит, он смотрит боевики, там, какие-то ужастики. Но про христианца даже не было речи никогда. И вы заподозрили, да, кстати, вы же предлагали ему, давайте я схожу вместе с тобой. Да, я предлагала ему в один прекрасный день, тоже был выходной, он собирался на этот курс. Я говорю, можно я пойду с тобой? Я говорю, я тоже хочу поесть, попить там бесплатно. Почему бы нет? Он говорит, нет, там ходят только молодые люди, ну, несовершеннолетние. То есть, сразу туда не берут. Вот тут интересно написано. Я согласен, да, это с родителей брали вот такое разрешение. Я даю лидерам или сотрудникам помещения разрешение на простые медицинские процедуры, включающие распоряжение обезболивающими таблетками, да, что мы поедем вот в Калининский район, куда-то это в лагерь. Да? Просто какую-то деревню. Я хочу сказать, уважаемые телезрители, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, но перед этим я хочу сказать, что, как выяснилось, как выяснилось, что вот за этой вывеской молодежный альфа-курс скрывалась религиозная организация Ассамблеи Бога-Христиан, веры и евангельского пятидесятников. А что это такое, мы поговорим сразу после рекламы. Не переключайтесь. Итак, еще раз добрый день, уважаемые друзья. Сегодня обсуждаем происшествие, которое случилось в нашей областной столице. Итак, я, как уже говорила перед перерывом, перед уходом на рекламу, что под вывеской молодежный альфа-курс на территории Твери работала религиозная организация Ассамблеи Бога-Христиан, веры и евангельского пятидесятников. Сейчас Андрей нам расскажет, что же это такое и с чем это преподносит, каким образом это преподносит нам, жителям Твери и нашего региона. Катя, еще раз вопрос. Когда вы узнали, заподозрили что-то неладное, вы обратились в полицию? Я обратилась в полицию, вводила, поддержала мне совершенно летних. Откуда меня уже направили к участковым, к ФСБ, и уже начался решать этот вопрос. И сразу скажем, что эта организация, как выяснилось, не зарегистрирована, а значит, она незаконна. О юридическом аспекте работы организации тоже поговорим. Итак, Андрей, что же это такое? Ассамблея, как называется это длинно, красиво, Ассамблея Бога-Христиан, веры и евангельского пятидесятников, а по сути, и что такое молодежный альфа-курс? Ну, начнем с Ассамблеи Бога. Ассамблея Бога, вообще, это организация с таким названием родилась в США, как и все хорошее у нас рождается в США. Российская Ассамблея Бога, это одна из многочисленнейших, как я уже говорил вам в репортаже, из сотен, наверное, пятидесятческих организаций, как их определяют многие религиовиды, не у протестантского толка. Они любят себя называть протестантами, но, тем не менее, есть нюансы, которые заставляют их называть неопротестантами. И главное отличие от других подобных организаций, баптистов, адвентистов и прочего рода христианских организаций, то, что они считают, что на них исходит святой дух во время их совместных молений, причем это сопровождается музыкой, танцами, хлопками. Ну, как в нашем случае это сопровождалось, подростков собирали под еду и под питье. Да, но танцы и богослужения – это следующий шаг. Вообще, альфа-курс, он даже, вот здесь описано, как молодежный альфа-курс, но альфа-курс – это такое понятие, родившееся на Западе в 70-е годы, созданное, насколько я помню, английским пастором, для, как бы, программа для такого легкого ознакомления с христианством. То есть, для того, чтобы специально разработано, подчеркиваю, не просто, а чтобы людей вот так вот приводить в свою организацию и разработана специальная методика, как это делать, как ознакомлять. Ну, такой ликбейс небольшой, как бы. Да, 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 вот эти… Там, получается, уже не случайно показывают определенные фильмы, определенные игры. Это все определенный, разработанный на Западе курс, чтобы человек так или иначе быстрее и четче втягивался в эту религиозную организацию. То есть, это по всему миру, не только по России, да? Да, конечно, это мировая практика. То есть, они пропагандируют. Мировая практика. Что любопытно, вот эта ассамблея Бога, которая российская, я смотрел материалы, они очень так отрицают свою сопричастность к США. А тем не менее, мы знаем, что 50-никар движения родилось именно там. Мы знаем, что основные центры духовные пятидесятничества именно там. И в некоторых открытых источниках четко указано, что российская ассамблея Бога также подчиняется США. Что, в общем-то, сами российские пятидесятники отрицают. Ну, тут уже вопрос не ко мне, а к профессиональным органам, которые могут это отследить, так это или нет. Но, тем не менее, в любом случае, хочу подчеркнуть, духовно и чаще всего финансово российские пятидесятники зависят от Запада. Ну, на что-то нужно снимать в аренду помещение, где их собрать? На что-то нужно покупать еду и показывать в фильме? Это же тоже все стоит денег. Это стоит денег. В данной ситуации, скажу сразу уважаемым телезрителям, что наши правоохранительные органы сработали очень быстро. Этот человек покинул пределы Тверского региона. Но где вероятность? Где вероятность того, что не придут новые ему на смену? Что он не захочет в другом, допустим, районном центре? Где также, как Екатерина у нас нашлась, которая забила тревогу, а там никто этого не сделает, и это очень опасно. В данной ситуации еще, Андрюш, один вопрос. Вот то, что рассказывала Екатерина, поведение сына стало меняться. Это характерно для тех подростков, тем более, которые посещают подобный альфа-курс? Да, понимаете, здесь идет их определенное сломо мировоззрения. Но об этом, я думаю, лучше психологам еще добавят нам к этому. Идет сломо мировоззрения, переоценка ценностей. И вообще, все эти нетрадиционные религиозные движения чаще всего нацелены на то, чтобы человек, который к ним ходит, отдалялся от семьи, от друзей, от своего привычного окружения, чтобы более плотно войти в эту организацию, и чтобы на ней, только на ней, были сосредоточены все его помыслы, устремления, все его цели и задачи. Поэтому вот это отчуждение от близких, это, в принципе, достаточно характерный звоночек для человека, который входит в нетрадиционную религиозную организацию. Вы знаете, у меня даже, я вспомнила, ведь где-то года два назад мы вот собирались тоже за этим круглым столом и обсуждали поведение людей, которых звонили к себе свидетели и Бога. Очень, 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 как бы похожее поведение. Вот, Анастасия, несколько слов о том, что вот вначале я уже говорила, что раньше мы могли назвать это сектами, теперь это некорректно несколько названий. Как это теперь? В сущности, в разговорной речи мы можем назвать это секты, это подходит под понятие. Да, совершенно верно. Мы употребляем это только в общении, в бытовом плане. Как такового законодательного определения секты, термина секты не существует. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что федеральным законом о свободе совести и религиозных объединениях четко закреплено понятие религиозное объединение. Оно подразумевает под собой добровольное объединение лиц для совместного исповедания и распространения веры. Цели это исключительно благие, это организация, это юридическое лицо. Она регистрируется в установленном порядке и, соответственно, сведения о нем вносятся в Единого государственного реестр юридических лиц. И таким образом мы можем сказать, что в принципе секта это и есть религиозное объединение. Но, однако же, под собой целью основной является именно нарушение законных прав и интересов граждан. А вот в данном случае у меня вопрос. Имеет ли право любая организация привлекать на свою сторону подростков, которые еще не сформировались и им еще нет 18 лет? Там же многие приходили из тех, кому и нету 18 лет. Вашему сыну 17 лет? 17 лет. Там приходят еще младшие дети. Младшие дети, да? Это насколько законно? Здесь хотелось бы сказать, что с тем же самым федеральным законом определена свобода вероисповедания. Но есть оговорка, которая предполагает, что родитель несовершеннолетнего ребенка вправе ограничить вовлечение ребенка в такие организации. Вправе ограничить. Опять же таки здесь родитель. Родитель должен быть на чеку. Уважаемые друзья, я хочу сказать, что к нашему круглому столу сейчас присоединится еще один участник. Это отец Антоний Русакевич, руководитель миссионерского отдела Тверской епархии и блогер. Отец Антоний, здравствуйте. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим о незаконных религиозных организациях. Только что Анастасия нам говорила, что мы теперь говорим о том, что секта уже как бы говорить это некорректно. Что теперь мы говорим о незаконной организации религиозной. Нетрадиционной. Да, нетрадиционной. Я сейчас еще один вопрос хотела задать Елене Дмитриевне. Елена, насколько вот это опасно? Вот то, что собирали детей, несформировавшаяся личность, 17 лет. А там были даже, наверное, 15-16-летние. И родители не знали даже, куда они ходят. Я думаю, что лидеры таких организаций и работники этих организаций хорошие психологи, прежде всего. Они действительно привлекают людей с отсутствием критического мышления. Оно еще у них не сформировано в этом возрасте. И поэтому с этой группой работать намного проще. Намного проще формировать у них новые установки. Намного проще привлечь их чем-то. Ну, сформировать какие-то ценности с их точки зрения, да, которые они хотят вложить им в головы. Поэтому, конечно, это прежде всего и связано с этой группой, когда это несовершеннолетний, потому что у них нет такой критики к тому, что происходит. Это вот, да, это мы еще и говорим о том, что вот, Андрей, вот вы нам рассказывали, что все эти организации могут быть использованы и в политических каких-то событиях, да, которые, мягко говоря, негативны. И пример такой был? Да, ну, пример Украины, он более чем красноречив, это все документально засвидетельствовано, что в событиях Майдана участвовали как раз неопротестантские организации, прежде всего как раз пятидесятнические, где пасторы о своей пастве объясняли, что Богу угодно, чтобы мы поддержали того или иного политического деятеля. Вышли на Майдан с правильными плакатами, и люди не за деньги, не за какие-то там административные угрозы, а вот, думая, что исполняют волю Бога, выходили и помогали свергать законную украинскую власть. А это уже и по украинскому, и по российскому законодательству попадает под определенные экстремизмы. Таким образом, вот, получается, что вот этих вот детей, особенно с протестными настроениями, да, очень легко использовать в политических целях. Так угодно Богу, ребята, вот берите плакаты или палки, и выходите на площадь, которую мы вам укажем. Там как раз бесплатная сила. Да, конечно, бесплатная сила, тем более, что это как бы они вот верят, они вот, они собираются. Да, да, со всей горячностью, со всей вот этой вот детской новинностью. Что характерно для подросткового возраста, а тем более, что если это поперек, где-то вопреки чему-то идет, да, что вот может быть, да, преобладая в детской-то подростковой душе. Там в силу возраста очень мощно накапливаются агрессивные тенденции, и их действительно нужно как-то разряжать подростку. Это вот такой период возрастной, когда действительно ребенок учится заработать с гневом, с агрессией собственной, и находить какие-то социализированные формы разрядки этого состояния. И здесь им предлагают прям готовую форму, когда он может отреагировать все свои агрессивные тенденции, и ему еще транслируется, что это богоприемлемо, и это вообще правильно, это вот так нужно, это вот готовая такая форма, да, когда ребенок ее ищет самостоятельно и мучительно, а здесь тебе в готовой форме просто предоставляется, вот, пожалуйста, с голубой каемочкой. Отец Антоний, вот я вас представила еще как блогера, вам задают такие вопросы, вот вы сталкиваетесь с такой проблемой, о которой мы говорим, потому что нет, да нет, но у нас в регионе появляются такие странные, мягко говоря, организации, которые сейчас и сектами ты не назовешь, но по сути это то и есть. Ну, да, поскольку я активно присутствую в интернете, каждый день общаюсь с людьми, мне задают сотни вопросов каждый день, можно сказать, есть определенный срез современного общества, того, что беспокоит людей, и, к сожалению, периодически обращаются люди и говорят, что их близкие попали в секту, и зачастую доходят до того, что приходится обращаться к специалистам, то есть самостоятельно решить вопрос на каком-то этапе уже невозможно. Это значит, что уже упущено время? Да, то есть если мы вначале можем поговорить о профилактике, да, и, как вот правильно вы сказали, о том, что дети максималисты, им хочется найти выражение для себя, все-таки дети ищут себе какую-то миссию особую, свой путь в жизни, им предлагают готовые, то есть в чем отличие сект от традиционных религий, они считают себя какой-то элитой, особой всегда, и дети хотят принадлежать какому-то социуму. Понятно, что не все дети и не все взрослые могут попасть в секты, то есть человек, у которого все хорошо в жизни, и который чувствует себя полноценным, так скажем, членом общества, он, наверное, не клюнет на вот эти приманки психологические. Или если есть какой-то барьер, или есть накопленная возможность духовно-нравственно противостоять этому, да? Да, есть какие-то. Если у него есть стержень, раньше у нас говорили на школе, да? Да, я даже скажу больше. Здесь очень важно, чтобы человек знал основы своей традиционной религии. То есть если это русский, если человек, он должен знать... Это элементарные базовые основы православия. Чтобы, еще раз повторюсь, чтобы он мог сравнивать. Вот это вот образец, вот это в то, что верили тысячу лет мои предки, а вот это вот, это что-то другое, это что-то непохожее. А значит, ну, уже определенная опасность от этого таится. Нужно знать вот, вот, нужно знать свои традиции, нужно знать свою религию. Андрюш, знать, но ведь этому должен кто-то научить, насколько сейчас у нас в школах это поставлено, насколько вот сейчас наша Тверская епархия может что-то противопоставить, тоже профилактическая работа какая-то проводится? Да, разумеется. Андрей Леонидович мой заместитель по отделу, поэтому у нас постоянно идет мониторинг ситуации по всей области. Где-то поступают сигналы, мы реагируем, да, то есть составляем мнение о том, насколько это серьезная ситуация. Я, как председатель отдела, постоянно отвечаю на вопросы у людей. То есть раньше на своей епархии был телефон доверия, сейчас можно мне написать лично, можно найти меня в интернете, и люди задают вопросы, в том числе и из нашей области, и вопросов много. Ну, то есть мы можем сказать, что и молодежь, и подростки, подростков и детей интересуют, это не пустое место, да, и вопросы задают, то есть у них есть интерес к этому, да? И они, наверное, пользуются тем, вот те же самые представители нетрадиционных, да, религиозных организаций, тем, что есть вопросы. И вот, пожалуйста, тебе ответ. Дело в том, что если мы, православные, будем слабо присутствовать в медиапространстве, в интернете, то пустота должна чем-то заполняться. И она будет заполняться как раз представителями различных организаций, часто непонятных совершенно, да, есть такие организации, которые присутствуют только в интернете. Кроме того, сейчас появилась такая новая форма, когда некоторые нетрадиционные, там, скажем, религиозные течения пытаются маскировать под тренинги личностного роста. А, что очень опасно. Допустим, в бизнес-тренинге. Есть такой яркий пример, был такой тренинг Спарта, там человека довели до смерти прямо на тренинг. Даже двух. Даже двух, да, я поэтому изучал этот вопрос. Два человека, два парня. Так что это очень опасно. Тем более, наверное, пользуются тем, что социальная политика, да, что где-то что-то и с деньгами, ну, социалка, если что-то не очень хорошо, то пользуются здесь всеми, что называется, где-то он потом рвется. Да, всеми возможностям. Вот, как тоже уже мы с вами общались по этому поводу, вот эти вот пятидесятники еще специализируются на реабилитационных центрах для наркоманов и алкоголиков. То есть они, не имея ни медицинского образования, несоответствующих разрешений, лицензии, снимают квартиру, загоняют туда вот этих несчастных людей, запирают, лишают общения с миром и начинают их прокачивать, вот, своим пониманием Библии. И получается, что, причем они реально, да, реальные, я знаю случаи, когда они избавляли людей от этого, но человек вот на этом надломе теряет вот эту вот жизнь свою, прежнюю, нехорошую, и взамен ему ничего не остается, как войти в эту религиозную группу. И он уже становится, ну, абсолютно послушным винтиком этой организации. Которую можно вести и в революцию, и на перевороты куда угодно. И вот очень любопытно у меня было общение по этому поводу с бывшим наркоманом как раз, которого реально такая организация в Нижнем Новгороде, пятидесятническая, вытащилась из наркомании. Казалось бы, хорошо. Но что началось потом? Началась вот эта прокачка, накрутка, промывка мозгов. И очень, говорит, была интересная лекция. Приехал пастор западной Украины, пятидесятник, и поднял такую тему, можно ли христиану поднимать оружие. Ну, потом быстро доказал, что можно, и сказал, как есть люди, мысль была такая, как есть люди, которым государство дает право применять оружие для защиты других. Так и в нашем мире есть страна, которому сам Бог дал право применять оружие во всем мире для защиты ценностей и демократии. Естественно, это США. США, да? Вот, вот это вот, да. И после этого, слава Богу, этот человек, который мне рассказывал, сбежал из этой организации, поняв, куда его тянут. Вот такой вот пример. Отец Антоний, вам приходилось вот так вот сталкиваться именно с такими вопросами, которые уже вы чувствуете, что еще чуть-чуть приведут не туда, а вот именно в ту плоскость, может быть, в плоскость политики с точки зрения религии? К сожалению, регулярно с этим приходится сталкиваться, да, и всегда я говорю, что и священники должны быть вне политики, иначе они будут предвзятыми, да. И Иисус Христос, который является для нас примером, он никогда не призывал к какой-то политической борьбе, хотя в момент его прихода евреи находились фактически под римским игом. Но он не призывал к каким-то революциям или чему-то подобному. Поэтому, конечно, это инструмент такой очень мощный. Я даже больше скажу, что зачастую разрабатываются определенные схемы воздействия на человека, то есть взломы его психики, и делают это специалисты мирового класса за большие деньги. То есть это разработаны конкретные схемы, как можно практически любого человека довести до любого результата. Мы думаем, что мы такие независимы, на самом деле зачастую это иллюзия. Стоит человеку оказаться в какой-то сложной жизненной ситуации, и он уже в группе риска. Мне кажется, защититься от этого можно только благодаря доверительным отношениям с близкими, если какой-то человек скажет, что что-то с тобой не то. Это институт семьи, который вы имеете в виду. Да, Елена поподробнее расскажет. Я хотела вернуться. Кать, вот вы когда поняли, что это что-то не то, вы правильно сказали мне, что вам стало страшно? Да. Что вы потеряете ребенка? Мне стало страшно, что я его потеряю, потому что куда он попадет в дальнейшем, что с ним случится, для меня это было просто страх. И поэтому я, естественно, пошла обращаться уже в органы. Это насколько вовремя вы, потому что еще немного детей собрали, и как стадо баранов повезли бы в какой-то непонятный лагерь. Да? Ну да, чтобы его туда не вывезли, естественно, я ему запретила. Я сказала, что подписывать я ничего не буду по той простой причине. Просто я не знаю даже куда и кто это люди, которые будут вас вывозить. Причем на такси, на чем-то. Я говорю, вам нужны будут какие-то деньги. Он сказал, что денег с нас пока никак не собирали. Вот вы сказали слово пока. Возможно, да, что в этих организациях предметы собирают денег? Ну, кто знает, что это будет в дальнейшем. Смотря какие цели. Цели могут быть разные. Абсолютно этому может стоять не финансовый интерес. Да, они реально заострены на коммерческую составляющую. В укачивании денег есть и такие нетрадиционные организации. Детей продают сексуальные услуги. И есть те, которые, в общем-то, больше охотятся за душами, я бы так сказал. Да, что нам дала одна жизнь, а душа это приобретение явно неоценимое. Да, возможно, что никакими деньгами, хотя ничем не брезгуют люди. Елена Дмитриевна, давайте вот мы хотя бы вот ваше... Как распознать по поведению ребенка, по поведению подростка, что что-то не так? Совет родителям, близким. Ну, прежде всего, это, конечно, какие-то изменения в поведении. Изменения очень резкие, изменения в контакте, в вашем взаимодействии. И, конечно, если это был изначально очень доверительный контакт, вы это заметите сразу. Но семьи бывают разные. Иногда действительно все члены семьи живут очень обособленно. И родители даже не замечают этих изменений в состоянии ребенка. К сожалению, мы живем в сложное время. И, наверное, я все-таки призываю, чтобы до совершеннолетнего возраста, все-таки, если вы не имеете доверительного контакта, и у вас не сложились очень доверительные, тесные, близкие отношения, значит, вы должны выполнять функцию контроля как минимум. Вы должны знать, где ваш ребенок, с кем он проводит время, куда он ходит. И это, в общем-то, в течение дня. Вы должны представлять его график жизни, где он находится в данный момент, и чем он увлечен, и какие у него интересы. Дальше вы должны хорошо представлять особенности психологические своего ребенка и его ощущение себя вообще в социуме, в среде. У нас у всех есть в определенные этапы жизни какая-то ведущая деятельность в подростковом возрасте. Например, это общение со сверстниками. Вы должны понимать, складывается ли у него отношение со сверстниками. Грубо говоря, мы оцениваем условно его адаптивность в социуме на данный момент. Насколько он у вас успешен, насколько у него есть свои интересы, увлечения, друзья. То есть, действительно, чтобы жизнь его была наполнена. И вы прекрасно, если спросить, а чем живет ваш ребенок, вы могли сказать, он любит это, он ходит туда, у него друзья, те-то, те-то. Вы должны иметь четкое представление о его жизни, о том, чем жизнь его наполнена. Это я крею, это значит, когда мы желание даем родителям, когда стремление родителей устроить его в один кружок или в секцию, пусть он занимается спортом, пусть это будет лучше, пусть будет так, что он говорит, ах, ах, бедный ребенок, он не успевает лучше, пусть будет так. Еще очень важная функция есть, когда родитель очень доминантен к ребенку, и, к сожалению, когда очень доминантные отношения в семье, когда родитель очень авторитарен, то у ребенка как раз не формируется это критическое мышление. Ребенку все дается в готовой форме, и он к этому привыкает. Поэтому вы с самого раннего возраста учите ребенка высказывать свое мнение, высказывать свои чувства, как он к этому относится, а как бы хотел он. И вот если вот это очень авторитарные системы взаимодействия, то, конечно, критическое мышление формируется очень поздно, либо вообще не формируется, и таким человеком управлять тоже легче. Вот как отец Антоний заметил сегодня здесь за круглым столом, вот вы наблюдаете, где ваш ребенок, но некоторые-то организации через интернет, они никуда не приглашают, они не приглашают по выходным, как это было сейчас, да, вот у нас в Тверской области, в Твери, в центре Твери, да. А вот как, вот вроде бы ребенок занят, он говорит, что он чем-то там увлекается, что-то там читает, а на самом деле его уже вовлекают. Здесь же тоже каким-то образом надо себя обезопасить, обезопасить своего ребенка. Что читает, спрашиваете, а что ты читаешь, о чем там, ну, разговариваете вечером, за ужином вы разговариваете, он же вот посмотрит фильм, прочитает книгу, ему захочется поделиться, расскажи мне, даже спросите, вот, как интересно, что у вас там происходит, ну, вот что за фильм там, ну, задавайте вопросы. Я хотел сказать о такой неочевидной опасности для многих, то есть вы все признаки правильно сказали, да, вот смотреть, чем ребенок занимается, но зачастую родители упускают, чем ребенок занимается в интернете. А сейчас появилась такая форма страшная, когда все дети играют в онлайн-игры, то есть когда играют не с компьютером, а с живыми людьми. И это могут быть даже маленькие дети. Взрослые люди с нехорошими намерениями регистрируются в этих онлайн-играх, прикидываются детьми, налаживают с ними контакт, а потом говорят, ну, давай мы будем не в игре общаться, а где-то там в WhatsApp или в Skype или в соцсетях, то есть выводят его оттуда, уже есть доверие. И потом, где окажется ребенок, зачастую мы вообще не можем этого знать. Потому что уже администраторы этой игры, да, они уже не контролируют то, что происходит. Бывает так, оказывается, ребенок в какой-то нехорошей истории. То есть мне бы хотелось обратить внимание об этом тоже. Если ребенок увлекся какой-то игрой, или там много с кем-то общается, то желательно узнать, а с кем он общается. Потому что очень часто взрослые говорят, ну, надо мной будут смеяться, что я в игры играю. А на самом деле я взрослый человек. Ну и потом на ребенка начинают давить. Опять же, это люди используют схемы обработки ребенка, что шантажировать могут начать. И всегда говорят, никому не рассказывай про это обязательно. И вот по поводу авторитарности, действительно, у многих родителей ошибка, когда они сильно начинают на ребенка давить, он замыкается, и контакт теряется. Потом уже что-то от него добиться невозможно. Он расскажет в школе, друзьям, где-то еще. Но родителям никогда не расскажет, потому что будут бояться, что его накажут, что еще что-то. И вот для меня, как для священника, эта задача очень важная. Я постоянно родителям говорю, что нужно не потерять контакт с ребенком. Тогда мы сможем избежать, наверное, 90% проблем. Если ребенок за советом пойдет, в первую очередь, к родителям, а не к друзьям, то мы сможем многие проблемы предупредить в самом-самом начале. Это, пожалуй, самый важный аспект, но, к сожалению, здесь, наверное, важна роль еще психологического образования для семьи, особенно молодой, где есть маленькие дети, потому что этот контакт, он должен рано родиться и долго сохраняться. Он формируется очень рано, он формируется в очень раннем возрасте у ребенка. И если вы уже там это потеряли, то восстанавливать этот контакт всегда сложнее, чем формировать его там. У нас, к сожалению, институт семьи в очень неблагоприятных условиях находится. Мы все работаем, у всех времени очень мало, и как раз у нас сейчас принято, что были какие-то помощники по хозяйству, няни, это стало еще и модно. И современные семьи очень часто... Хорошо, если это люди заинтересованные, и действительно, чтобы в вашей семье была здоровая эмоциональность, ну, это зачастую просто работники, да. И вот этого живого, теплого общения доверительного тоже не складывается. Просто стало некогда, да, зарабатывать? Да, у родителей стоит галочка, что он у меня в порядке, что вот с ним добрая няня, что вот, да, ну, это совершенно другой контакт. Вот я еще, вот, Елена, вы сказали, что все в порядке, вроде нормальная семья, да, и обытует мнение, что в подобной организации, как в сущности мы говорили, вы за этим круглым столом и о наркомании, и об алкоголизме, да, что это не коснется моего ребенка, потому что он выращен в тепле, в заботе, у него есть все. И у нас нормальная семья. Но как жизнь показывает, это вовсе не так. Вот, Катя, вы же тоже можете сказать, что у вас нормальная семья, и ребенок не испытывал недостатка, можно сказать, ни в чем. Нет, он не испытывал недостатков никаких. То есть у нас все всегда было, он всегда приходил, все рассказывал. То есть даже в случае того, что принес он мне эти бумаги, мне отдал какую-то тетю на улицу, чтобы она там подписала. Хотя могли бы они подписать друг другу, там что-то начерикать. Лишь бы взрослые почты, но он принес их мне, потому что он знает, что я должна знать об этом. Естественно, он всегда ко мне приходил, все рассказывает, все показывает, все что-то говорит. У нас нет с ним никаких там прям секретов всех, естественно. Да, вот про игры, сейчас вопрос, конечно, интересный. Да, вот вы не знали об этом, да, что отец Андрея сказал? В игру мы, конечно, играем, и что там, будем интересоваться. Теперь надо просто не стыдиться, да, подойти, спросить и узнать, давай я поиграю с тобой, или что-то как-то посижу рядом. Я в такие игры не играю, но как бы поинтересовался, я поинтересуюсь, с кем он общается, потому что в играх я так понимаю, что у них тоже диалог какой-то идет постоянно. Да, там именно сетевое общение. Общаются, да? Кто угодно может общаться, конечно. И еще я хотела сказать, что вот вы сказали, Андрей, относительно Майдана, да, что были использованы эти члены такой организации, а сейчас не менее, не менее актуально. Это незаконная в нашей стране тот же самый ИГИЛ, да? Это террористические экстремистские организации, которые тоже пытаются себе как можно больше помощников найти, да, из подвижников. Как раз, вот, кстати говоря, ИГИЛ в основном и специализируется на интернет-вербовке. Ну, достаточно они понимают, как это опасно сделать, ну, лично, да, там, собирать на улице, хотя и это тоже присутствует. На самом деле, вот на месте вот этого пастора Дениса, да, мог оказаться, ну, какой-нибудь Хасан из Аравии, да, Саудовской, который вот так бы ребят собирал, русских, там, не знаю, таджийских каких-то студентов каких-то там. И мог так же, да, точно так же обрабатывать. Ну, вот ИГИЛ, да, и прочие такие вот откровенные террористические экстремистские организации, да, они очень любят действовать через интернет. Именно вот это вот вхождение в общение близкое, вот это вот дружеское, вызвать себе расположение, высказать, что я понимаю твои проблемы, я тоже их испытывал, но нашел выход. Я правильно поверил в Бога, в Аллаха, в кого угодно, там, хоть в любого там из божеств. И вот моя жизнь наладилась, и вот он выход. А тут уже в преддоверительных отношениях, естественно, молодой человек подумает, ну, вот, наверное, да, вот и у меня такие же проблемы, как у него. А вот он нашел, почему бы мне не найти там выход? И в результате вот у нас появляются Варвары Карауловы, у нас и в Тверской области, вы знаете, были такие же девушки, которые пытались сбежать. И девушки, и ведь и молодые люди уже не подростки, уже в достаточно зрелом возрасте люди, которых ловят. А как легче поймать подростка, да? И воспитать его в чем-то, в свою веру. Подростка очень гораздо проще. Анастасия, еще несколько слов, на что обращать внимание с юридической точки зрения, если вдруг сталкиваемся с непонятно с чем? Ну, в первую очередь, конечно, если кто-то вам распространяет листовки. Еще, я знаю, есть такой способ, как проход в подъезд и прямо вот по квартирам разносить листовки. Да, да. Это все считается административным правонарушением. То есть здесь вы можете потребовать перестать это делать. Если же люди, которые раздают эти листовки, продолжают, то здесь уже можно вызвать полицию. Это является составом административного правонарушения. И в первую очередь, конечно, это обращение в правоохранительные органы, как сделала правильно Екатерина. Потому что, как минимум, нужно организовать проверку этой организации. Законно она, незаконно, зарегистрировано. Может ли она осуществлять свою деятельность? А то, что перебью, то, что собирались. Вот в центре Твери использовали один из торговых центров. Это в аренду могут сдавать? Не обязательно спрашивать, какие бумаги. Конечно, ну, по сути, арендатор получает деньги. Получает деньги. Все опять спирается на эти деньги. Это можно душу продать, да? Неважно, кто... Это договорные отношения. Заключен договор аренды. Каждый исполняет свои обязательства. Я лично присутствовал с исследовательской точки зрения на собраниях нескольких сект. И в аренду сдавали конференц-залы, гостиниц. Помещение в культ просвет училища в полной молодежи. Понимаете? То есть, к сожалению, у нас общество так это, ну, видит деньги. И кому я сдал оповещение? Кто, что за люди на своем спирте? Меня интересует. Я получила предоплату, все, у меня все хорошо. А чем там занимается это помещение? Вопрос. Отец Антоний, ваши пожелания? Вот нас сейчас слушают, наверное, родители, близкие. И что, как уберечься? Мы уже сейчас давайте конкретные советы по тому, как уберечься и как противостоять, и как выйти. Ну, уж много всего, всего много не расскажем, но самые основные. Ну, я думаю, что надо обратиться к людям, которые в этом разбираются. Желательно к священнику, потому что все-таки священнослужители имеют образование, которое позволяет судить об этом критически. Можно мне написать в интернете, и несмотря на то, что у меня много подписчиков, я всем говорю, пишите мне, я готов помочь. И люди присылают реальные примеры, когда я говорю, это можно делать, а это нельзя. Потому что таких вещей становится все больше. Но мой совет обязательно поставить в известность правоохранительные органы. потому что даже борьба с этими организациями, она может быть опасна. У меня есть знакомый священник, который рассказал об одной из таких организаций. И человека, который вел работу против них, просто сожгли машины и угрожали жизни, лишить жизни. его и его близких. То есть, они идут и на такие вещи. Да, это было не где-то далеко, это было в Москве. Этому священнику за его деятельность сектанты, используя определенные, так скажем, технологии, удалили YouTube-канал, группу в социальных сетях, на которых были десятки тысяч подписчиков, он работал над этим много лет. И никто его не может защитить от этого. То есть, есть такие проблемы, которые решить самостоятельно человеку будет невозможно. То есть, у нас совет, да, как в данном случае, как правильно сделала Екатерина, сразу обратилась в правоохранительные органы и человек отступил, да, отступил от наших детей. Елена, ваша рекомендация, куда обращаться, если уже это произошло? Если вы заметили какие-то изменения, вы не стесняетесь обращаться к психологу, сейчас это абсолютно нормальная практика, если вы придете и получите консультацию. В психонерологическом диспансере у нас работает кризисный центр. У нас всегда вам проведут консультацию, вам дадут советы. И если, ну, человек со стороны с критикой посмотрит на вашу ситуацию, может вам быстренько вас ориентировать все-таки, в каком направлении здесь работать. И, пожалуйста, приходите, обращайтесь с радостью, будем всем помогать. Анастасия, к вам как вот с юридической консультацией или как-то вы можете этим помочь? Ну, конечно, конечно, если случилось такое, родители, либо родственники, близкие данного гражданина вполне могут обратиться, можем разъяснить и порядок направления и обращений, и в том числе и в прокуратуру с целью проверки законности деятельности организации. Я так поняла, что вот сейчас вот вы, Андрей, отец Антоний, представляете собой такой мощный щит, да, во всяком противодействии. Если как можно больше сил будет противодействовать этому злу, назовем это зло, своим именем, да? Как минимум, это опасность. Это опасность, да, и ваш совет, буквально, наши эфиры подходят к концу. Мой совет знания. Знания о своей традиционной религии. Еще раз говорю, проблема этих подростков в том, что это чистый лист бумаги. Есть духовные устремления, знаний, понятий никаких. И этим пользуются, вот именно безграмотностью в религиозном плане. Поэтому знания, знания, еще раз знания. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Еще раз хочу вам, уважаемые телезрители, сказать, будьте бдительны и берегите себя. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok